7 мая. В этот день в районном центре культуры и досуга отмечают особый праздник. День победы в Великой Отечественной войне. Его 70-ю годовщину. Этот праздник связывает все поколения ныне живущих и тех, кого уже нет. О подвигах которых говорят и помнят. Сегодня это делают внуки и правнуки героев. У меня на войне был дед. С войны он пришел раненый, демобилизовался и в мирное время прожил буквально года три. То есть, ну, уже давно нет, но праздник этот самый трогательный. Я всем ветеранам желаю здоровья, самое главное, и чтобы на земле всегда был мир. Дед Корякин, Петр Ильич. Годы войны, 42-й год, ранение, госпиталь захоронен. Вот такая участь моего деда. Воевал, вот защищал Отечество наше. Сегодня мы оркестром и музыкой, как можем, песнями, теми песнями, которые звучали в годы войны, радовали фронтовиков, радовали в тылу. Вот стараемся сейчас в этот юбилейный 70-летний год победы, великой победы, исполняем эти песни. У меня в Великую Отечественную войну воевал дед Виктор Лаврентьевич Ушмелев. Он был артиллеристом на Курской дуге, потерял ногу. Вот. И был очень уважаемым человеком. Потом в честь его меня назвали тоже Виктором. Я хочу поздравить всех жителей города Слободского, всех жителей Слободского района, всех жителей Кировской области и всех россиян с этим великим, великим праздником. С Днем Победы! С Днем Победы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, друженики тылов, вдовы, жители Слободского района, сегодня, проводя это торжественное мероприятие, мы положили началом многодневных поздравлений, посвященных самому огромному празднику для нас с вами. Днем Победы Великой Отечественной войны от фашистской Германии. Этот праздник будут отмечать повсеместно, будут чествовать ветеранов и вспоминать ушедших героев. На Слободской земле таких выросло немало. Тысячи и тысячи уходили на фронт. Многие так и не смогли вернуться. Здравствуйте! Мы говорим с вами из прошлого. Мы – это солдаты, которые не вернулись с войны. Слышите? Это фронт. У нас слишком мало времени. Готовимся к бою. Коля погибнет в Польше в 44-м. Своим телом он закроет амбразуру вражеского ЦОПа. Ему присвоят звание Героя Советского Союза посмертно. Я знаю про одного прадедушку по папиной линии. Он воевал, прошел Первую мировую войну, потом попал на Вторую мировую войну. В 43-м году он пропал без вести. Больше про него ничего не известно. Я хочу поздравить ветеранов и сказать им спасибо за то, что они принесли нам такую победу. Я знаю, что это была самая суровая война и то, что она продолжалась 4 года. Герои слабожане, герои слабожане, герои, защитившие страну. Ну я иногда спрашиваю у деда своего, кто у меня воевал. Он мне только рассказывает, что воевали у нас два дедушки. Один, он был просто солдатом. Второй у нас пропал без вести. Бабушка у меня была дружинником тыла. Она пришла на концерт посмотреть на меня. И у меня был прадедушка по папиной и по маминой линии. Они тоже воевали на войне. Один дедушка был разведчиком. Он дошел до Берлина и так и не вернулся. Бабушка говорила очень много о войне, что они обрадовались, когда объявили, что война закончилась. Они верили, ждали, надеялись. И сегодня об этих трудных годах рассказывают внукам и правнукам. И все, поздравляя друг друга в этот день, традиционно желают лишь одного – мирного неба над головой. Ведь это самое главное из достижений, которые может быть у страны.